Приветствую, друзья! Вот я уже показывал вам, ещё раз покажу, потому что меня это радует, и я хочу вас тоже всех порадовать. Мне биоэтик, мой друг, известный специалист Валентина Эдуардовна Киселёва подарила аромат. Я вам сейчас скажу, почему я повторно об этом говорю, потому что я никогда раньше не пользовался ни духами, ни какими-то одеколонами, потому что я мужчина, и я думал, зачем мне это надо. Но она мне подарила это, потому что она сказала, это тебе понравится, потому что я специально, индивидуально подбирала под тебя, понимая твою, короче, характеристику, как-то она это умеет делать, такая, как бы волшебница. Но она вот это сделала, и я вот показывал, как я вот это вот так нажимаю, внимание, да, и вот этот аромат, который она делает, меня просто покорил. Я думаю, надо же, не только учёный специалист, врач, а ещё и такая вот волшебница. Ну, вот получилось так, что мы обменялись, я подарил ей картину, где она там с ароматами нарисована, ей тоже понравилось, она теперь повесила у себя и говорит, что это её радует, и мне это тоже понравилось. И вот так мы обменяемся подарками. Я хочу сказать, что как это важно, когда люди делятся друг с другом такими подарками, которые производят сами, создают сами, и полезные советы, и книги, которые сами пишут, и художественные произведения, которые сами рисуют, хотя бы даже на фотографии. Возьмите сейчас, распечатайте, как наша элитагента, дорогая Неля Зарипова, сделала у себя, в квартире повесила картину, которую я ей нарисовал, и все с таким удовольствием смотрели. А вот мне подарила ещё Валентина Эдуардовна Киселёва свою книгу. Свою книгу. Вот. Обалдеть можно. Короче говоря, мы все делимся своими произведениями. Что я хочу сказать. Вы прислушались к этим запахам, которые возникли у меня, когда я одушился этим ароматом? Вот внимание, ещё раз. Смотрите, это очень важно. Я сейчас вам кое-что скажу. О, обалдеть. Послушайте. Вот открываю. Нажимаю. Да, 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 да. Прислушайтесь. Уверяю вас. Кто почувствовал, пишите там комменты. Я вам хочу сказать. Кто почувствовал, У вас хорошее воображение. Это великий дар природы. Именно с помощью этого воображения, вы можете оздоравливаться, обучаться и создавать новое. С помощью этого воображение вы можете делать многое. Например, в негативном плане вы можете попасть под влияние каких-то негативных сообщений, заболеть каким-то ковидом там или ещё чем-нибудь. И точно так же можете от психосоматики выздороветь. Да, друзья, воображение. Уважаемый мной, почитаемый мной, величайший изобретатель планеты, как известно. Вы вспомните его имя, Тесла. Он пользовался воображением, назвал это состояние, куда он входил между сном и бодрственным, это состояние, которое он назвал состоянием нейтральным, а потом состоянием нуля. И он, продолжая думать о своём изобретении, и там автоматически отсекались страхи, комплексы, стереотипы, подражания авторитетам, и он составал там новое. Он делал там своё изобретение. Вот эта сила воображения до такой степени, что она заставляет нас и болеть, и выздоравливать. Мы даже плохо себе представляем. Могучесть этой силы, которая всегда внутри нас. Да, поэтому не попадайте под влияние негативной информации. Будьте психологически устойчивы. А для этого нужно, как я, например, занимаюсь любимым делом, пишу картины, как Валентина Эдуардовна занимается любимым делом, занимается научными исследованиями своими, и одновременно ещё делает ароматы. Каждый из вас будет психологически устойчив, особенно осенью сейчас, когда происходят сезоны весенние обострения, когда скачут погоды, и постоянно нас пугают о том, что сейчас произойдут какие-то невероятные плохие события. А мы для того, чтобы были творцами на самом деле, поскольку у нас великолепный потенциал творческий у каждого. Занимайтесь любимым делом, снимайте лишний стресс, пользуйтесь нулевым состоянием. Ещё раз повторю. Занимайтесь любимым делом, чтобы разгружаться и дарить друг другу любовь. Это и есть «Помоги ближним». До встречи в наше трудное время. Субтитры создавал DimaTorzok